Глава 7.1. Прушим и некоторые учителя Торы, пришедшие из Ярушалаема, собрались к Ешууа 2, и увидели, что некоторые из его Талмидим ели ритуально нечистыми руками, то есть не совершив антилот едаем, 3, так как Прушим, да и все иудеяния, строго соблюдая традиции старейшин, не едят, пока не совершат ритуального омовения рук, 4, также, придя с рынка, они не едят, пока не ополоснут руки до запястья, и придерживаются многих других традиций, таких как обмывание чаш, горшков и бронзовых сосудов, стих 2.4. Прушим толковали письменную Тору, их мудрецы и раввины вводили дополнительные правила, совокупность правил стала называться в начале традиции старейшин и позже устной Торой, смотреть комментарии к Матфею 5, 17, 12, 2, 11 и комментарии, 18, 18, 20 и комментарии, 23, 2 и комментарии, устная Тора обрела письменную форму в Мишне во втором и третьем веках и позже была расширена в Гемаре в четвертом и пятом, Мишна плюс Гемара равно Талмуд, и впоследствии в других работах, объяснение маркам обряда Тилат Едаим, ритуального омовения рук, в этих стихах относится к подробностям, установленным в Мишне, в трактате Едаим, на рынке легко можно дотронуться до того, что считается нечистым, чистота восстанавливалась омовением кистей рук, ортодоксальные евреи в наши дни соблюдают Тилат Едаим перед трапезой, обоснование этому обряду не имеет ничего общего с гигиеной, но базируется на идее о том, что, дом человека, его храм, в котором обеденный стол его жертвенник, пища, его жертвоприношение, а сам человек, Коган, священник, так как Танах требует, чтобы Коганим были ритуально чисты перед приношением жертвы на жертвенники храма, устная Тора требует того же перед едой. 5. Прушим и учителя Торы спросили его, почему твои Талмидим не поступают согласно традиции старейшин, а едят ритуально нечистыми руками? 6. Ешуа ответил им, Ешаягу был прав, когда пророчествовал о вас, лицемерах как написано, эти люди чтут меня устами, но их сердца далеки от меня, 7, их поклонение бесполезно, потому что они учат правилам, придуманным людьми, как будто это заповеди, Ешаягу, Исайя 29, 13, стих 6-7. Исайя 29, 3, приведенный в стихе 8-9, взят из греческого перевода Танаха, Септуагинты, в древнееврейском оригинале Библии, отрывок соответствующий стиху 9, говорит, их страх передо мной, это, просто, заповедь людей, заученная, наизусть, без понимания существа вопроса, и потому производящая только механическое, внешнее послушание, несопровождаемое внутренней верой, обвинение равное тому, которое выдвинуто Септуагинтой. Иногда писатели Нового Завета критикуют за то, что они не цитируют Масаретский Танах на иврите, который мы имеем сегодня, даже при том, что эта форма текста была утверждена только к 800 году от начала нашей эры. Такие критики забывают, что во времена Ишуа существовало несколько различных текстов на иврите большинства книг Библии, и что Септуагинта была переведена на греческие евреями приблизительно за два века до Ишуа, очевидно, с отличавшегося евритского текста, который, по-видимому, считался авторитетным. Для греко-говорящих евреев Септуагинта была обычным способом восприятия содержания Библии, точно таким же, как русская Библия для русскоговорящих людей сегодня. 8. Вы отступили от заповеди Бога и следуете человеческим традициям. 9. Действительно, сказал он им, вы искусно умеете отступить от Божьей заповеди. Чтобы соблюсти свою традицию. 10. Ибо Маше сказал, почитай своего отца и свою мать, Шмот, Исход 20, 12, и. Всякий, кто проклинает своего отца или мать, должен быть предан смерти, Шмот. 11. А вы говорите, если кто-нибудь скажет своему отцу или матери, я обещал, как Корбан, то есть, как дар Богу, то, чем бы я мог помочь тебе. 11. Корбан, буквально, жертва, от слова на еврите, имеющего значение, близко. Корбан, это нечто, приносимое близко к Богу, приводящее близко к Богу того, кто совершает это приношение. 12. Марк приводит слово Корбан как специальный термин, прежде транслитерируя его в греческий, а затем объясняя его значение как «дар Богу». Ешуа не соглашается с неправильной расстановкой. Приоритетов. Клятвы и обеты не должны использоваться в качестве предлога для уклонения от исполнения требований Бога, любви и праведности. Сравните Матфея 5, 33, 37 и комментарии, 12, 7, 23, 16, 23 и комментарии, и смотреть, как Ешуа продолжает это учение в стихах 12 и 23. Равинские разработки формул и правил, относящихся к клятвам и обетам, находятся в Талмуде, в трактатах Швуд и Дарим. 12, то этим вы позволяете ему больше ничего не делать для своего отца и матери. 13, таким образом, своей традицией, которую вы самим себе передали, вы свели на нет Слова Божьей. И делаете многое, подобное этому. Стих 5, 13. Многие христиане считают, что ответ Ешуа на вопрос стиха 5 осуждает все фарисейские традиции. Однако на самом деле он возражает только против тех обрядов прушим, которые отступили от заповеди Бога и следуют человеческим традициям, стих 8. Ешуа не против традиций, вообще, но против их традиций, стихи 9, 13. Главное слово «свои», как Ешуа показывает на примере стихи 10, 12, где «традиция» отменяет пятую заповедь. «Почитай своего отца и свою мать» тем, что позволяет людям отдавать деньги, предназначенные для помощи родителям, на служение в храме. Наоборот, Ешуа не мог бы противиться традициям как таковым, потому что сам Новый Завет положительно отзывается о своих собственных традициях, 1 Коринфянам 11, 2 и комментарии, 2 Фессалоникийцам 2, 15 и комментарии, и в Яханана 7, 37 мы видим, что Ешуа почитает традицию, о которой нигде не сказано в Танахе, а только в Мишне. В действительности же, в жизни необходимы традиции. Конституция не может управлять государством, если нет законодательства. Подобно этому, еврейский народ не мог руководствоваться только Торой, без правильного ее применения и без дополнений, воплощенных в традициях. Но подобно тому, как законодательство страны не может противоречить или заменять собой Конституцию, так и традиция, еврейская, мессианская, христианская или любая другая, не может отменять или изменять Божье Слово, смотреть Матфея 12, 2, 11 и комментарии, Матфея 18, 18, 20 и комментарии. Устная Тора очень близка к тому, чтобы заявить обратное, Бава Мецея 59а, процитирована в Деяниях 9, 4, но, согласно настоящему отрывку, такая позиция неприемлема для мессианского иудаизма. 14. Затем, Ешуа вновь подозвал к себе людей и сказал, послушайте меня все и поймите вот что. 15. Нет ничего такого вне человека, что, войдя в него, делало бы его нечистым. Скорее, наоборот, то, что выходит из человека, делает его нечистым. Некоторые манускрипты добавляют стих 16, «Всякий, имеющий уши, способный слышать, пусть услышит». 17. Оставив людей, он вошел в дом, и Талмидим спросили его об этой притче. 18. Он сказал им в ответ, значит, вы тоже не понимаете. Разве вы не замечаете, что ничто, входящее в человека извне, не может сделать его нечистым? 19. Потому что идет не в его сердце, а в желудок, и после выходит наружу. Таким образом, он провозгласил всякую пищу ритуально чистой. Стих 19. Таким образом, он провозгласил всякую пищу ритуально чистой, даже если участвующие в трапезе не помыли рук. Многие ошибаются, думая, что Вешуа отменяет законы Кашрута, провозглашая ветчину свинину. С самого начала главы речь идет о ритуальной чистоте, как ее описывает устная Торох в случае с Тилот Едрием, стихи 2.4 и комментарии, а вовсе о Кашруте. Нет ни малейшего намека, что предметом обсуждения в этом стихе может быть пища, которую Библия запрещает употреблять евреям, то есть не кошерная пища. Не отменяется Кашрут и в Деяниях 10, 9, 28 или в Галатам 2, 11, 16, смотреть примечания к этим стихам. Скорее, Вешуа продолжает обсуждение темы духовных приоритетов, стихи 11 и комментарии. Он учит о том, что Тагар, чистота, это не ритуальная или физическая, а, прежде всего, духовная чистота, стихи 14, 23. По этой причине он не отвергает полностью фарисейские постановления о чистоте, но отводит им второстепенную, вспомогательную роль. Смотреть их она на 7, 22, 23 и комментарии о процессе галахического. Присвоение степени приоритетной значимости в отношении потенциально противоречащих друг, другу законов. Здесь Ешуа выносит мессианское галахическое решение. Греческий текст в этом месте является обособленным причастным оборотом, в русском. Дефис, диепричесным, буквально, очищая всякую пищу. В нем нет слов, таким образом он провозгласил, я добавил эти слова, чтобы пояснить возможное толкование этого текста, а именно, что они, галахическое резюме слов Ешуа, сделанное Марком. Тем не менее, некоторые считают, что эта фраза не является примечанием Марка, но относится к словам самого Ешуа, и переводят так «процесс, очищающий всякую пищу». Исходя из такого понимания, можно предположить, что Ешуа объясняет, как обычный процесс пищеварения очищает пищу, и потому всякая пища пригодна для употребления, следовательно, омовение рук не имеет значения, и прушим не. Следовало бы уделять этому так много внимания. Неоспоримым аргументом против такого перевода выступает весь остальной текст, тема которого – ритуальная чистота, а не гигиена, на которую переводит внимание предложенный вариант. Он не является ответом на галахический Шейла. Вопрос – смотреть комментарии к Матфея 22, 23 о ритуальной чистоте, поставленный прушим, потому что пища может быть очищена от всех микробов, но при этом оставаться ритуально нечистой. Кроме того, именительная форма мужского рода греческого причастия – катризон, очищающий. Грамматически согласовывается с «лиги», он ответил, буквально, он говорит, в стихе 18, так что. Принимая во внимание лингвистическое свидетельство, более уместным было бы предположить, что, очищая всякую пищу, подобно как и, он ответил, суть примечания Марка, а не часть речи Яшуа. 20. То, что выходит из человека, продолжал он, вот что делает его нечистым. 21. Потому что изнутри, из человеческого сердца, исходят злые мысли, половая безнравственность, воровство, убийство, супружеская неверность. 22. Жадность, злоба, обман, непристойность, зависть, клевета, тщеславие, глупость. 23. Все, это зло исходит изнутри, и делает человека нечистым. 24. Затем, Яшуа покинул ту область и направился в район Цора и Цидона. Там он остановился в одном доме и не хотел, чтобы его узнали, но оказалось, что скрываться было невозможно. 25. К нему пришла женщина, дочь которой была одержима нечистым духом, и упала ему в ноги. 26. Женщина была гречанка, родом Сирафиникенко, она умоляла его изгнать беса из ее дочери. 27. Он сказал, пусть сначала насытятся дети, ведь нехорошо забирать у детей пищу и бросать собакам. 28. Она отвечала ему, верно, господин, но даже собаки под столом едят то, что не доели дети. 29. Тогда он сказал ей, за такой ответ можешь идти домой, бес оставил твою дочь. 30. Она возвратилась домой и увидела, что ее дочь лежит на постели, и бес вышел из нее. 30. Стих 24-30. Смотреть Матфея 15, 21-28 и комментарии. 31. После этого он покинул область Цора и направился через Цидон к озеру Кенелет и далее, в Десятиграде. 32. Ему принесли глухого и заикающегося человека и попросили Лешуа возложить на него руку. 33. Отведя его одного в сторону, подальше от толпы, Лешуа вложил ему в уши пальцы, плюнул, и прикоснулся к его языку. 34. Затем, взглянув в небеса, он глубоко вздохнул и сказал ему, Хиппатах, то есть, откройтесь. 35. Уши его открылись, язык высвободился, и он стал отчетливо говорить. 36. Ешуа приказал людям никому не рассказывать, но чем больше он настаивал, тем с большим рвением они распространяли новость. 37. Люди были потрясены, что бы он ни делал, все у него получается, говорили они. Он даже глухим возвращает слух, анимых делает говорящими.